Здравствуйте! Нам нужно методом выделения полного квадрата решить уравнение общего вида ах в квадрате плюс bх плюс с равно 0. Всегда, когда мы собираемся выделить полный квадрат в уравнении такого рода, в первую очередь мы избавляемся от коэффициента а перед х в квадрате. Нам нужна единица перед х в квадрате. Ну что ж, давайте сделаем так, чтобы там была единица. А самый простой способ это сделать – разделить все на а. Каждый член в левой части и 0 в правой части. Тогда в левой части получится х в квадрате плюс b, деленное на а, умноженное на х, а плюс с, деленное на а, мы запишем подальше. Оставим здесь немного места, чтобы мы могли прибавить и отнять то или иное число для выделения полного квадрата. Плюс с, деленное на а, и все это равно 0, деленному на а, или просто 0. Теперь, чтобы выделить полный квадрат, мы уже это сто раз делали, мы должны взять коэффициент перед х, в данном случае это b, деленное на а, и разделить его на 2. Но мы можем вместо b, деленного на а, записать 2 умножить на b, деленное на 2а. Двойки сократятся, и в итоге останется b, деленное на а. Это один и тот же коэффициент. Значит, мы берем половину этого коэффициента, возводим в квадрат и прибавляем вот сюда. Плюс b, деленное на 2а в квадрате. Но, как вы понимаете, мы не можем просто взять и прибавить какое-то значение к одной части уравнения. Мы должны либо прибавить сразу к обеим частям уравнения одно значение, либо прибавить и тут же его отнять. Значит, здесь мы сразу отнимаем b, деленное на 2а в квадрате. Зачем мы все это делали? А затем, что теперь первые три члена в левой части представляют собой полный квадрат. В этом и заключается суть метода выделения полного квадрата. Мы это уже видели много раз. Если бы у нас, предположим, было m плюс n в квадрате, я взяла m и n, чтобы не запутаться, так как параметры a, b и c уже есть. Итак, если нам нужно возвести в квадрат m плюс n, то это будет m в квадрате плюс 2mn и плюс n в квадрате. Точно такой трехчлен у нас вот здесь. В этом суть метода выделения полного квадрата. Вот почему мы и брали половину b, деленного на а. Это b, деленное на 2а. Возводили ее в квадрат и прибавляли вот сюда. Мы хотели получить квадрат двучлена. m – это х, а n – это b, деленное на 2а. Тогда 2mn… если я возьму х, умножу его на b, деленное на 2а, и умножу еще на 2, то в итоге получится b, деленное на а, умноженное на х. Таким образом, вот эти три первые члена представляют собой полный квадрат двучленов. И мы можем записать их как х плюс b, деленное на 2а в квадрате. И, конечно же, нам еще нужно дописать оставшиеся два члена. Возведем в квадрат числитель и знаменатель в отдельности. Это будет минус b в квадрате, деленное на 4а в квадрате, и плюс c, деленное на а. А давайте запишем эти два члена под общим знаменателем. Мы можем записать плюс c, деленное на а, а можем умножить и числитель и знаменатель на 4а. Если мы умножим и числитель и знаменатель на 4а, то это будет 4ac, деленное на 4а в квадрате. Зачем мы это сделали? А затем, чтобы у этих двух членов был общий знаменатель. И, конечно же, это все равно 0. Давайте попробуем упростить это выражение. Итак, х плюс b, деленное на 2а в квадрате, плюс минус b в квадрате, плюс 4ac, деленное на 4а в квадрате. И это равно 0. Мы ничего не меняли, записали все, как было. Теперь давайте изолируем квадрат двучлена в левой части. Самый простой способ это сделать – отнять вот этот член от обеих частей. Так и поступим. Хотя можно и не отнимать, а прибавить к обеим частям b в квадрате минус 4ac, деленное на 4а в квадрате. Тогда в левой части вот это сократится. И к правой части мы тоже прибавляем b в квадрате минус 4ac, деленное на 4а в квадрате. Что в результате получится? Как я уже говорила, в левой части вот это сокращается. Знаменатель один и тот же. И если мы сложим числители, то вот это сокращается с этим, это с этим. Словом, это все сокращается. В левой части остается только х плюс b, деленное на 2а в квадрате. А в правой части будет b в квадрате минус 4ас, деленное на 4а в квадрате. Ну, а теперь, чтобы найти х, нам нужно извлечь корень квадратный из обеих частей уравнения. Давайте так и сделаем. Обратите внимание, когда мы извлекаем корень квадратный из квадрата двучлена, то мы берем не только положительный корень х плюс b, деленное на 2а, но и отрицательный. Здесь корень квадратный и здесь. мы можем поставить знак плюс-минус как перед этим корнем, так и перед этим. Если же вы поставите плюс-минус в обеих частях, то это, по сути, одно и то же. Все равно получаются одни и те же комбинации, но не будем путать себя и поставим плюс или минус только в правой части. Тогда корень квадратный в левой части равен плюс или минус корню квадратному из b в квадрате, минус 4ac, деленному на 4а в квадрате. Давайте подумаем, как это можно упростить. В левой части мы можем записать просто х плюс b, деленное на 2а, и это равно… А сейчас будет самое интересное. Я думаю, вы что-то уже узнаете в этом выражении, не так ли? Давайте оставим плюс-минус корень квадратный только в числителе, а в знаменателе корень извлечен. Мы, конечно, можем плюс-минус поставить и в знаменателе, но это будет то же самое. Точно так же, как и здесь, с плюсом-минусом в левой и правой частях. В результате получатся одни и те же выражения. Надеюсь, я не сильно вас запутала. Значит, в правой части мы можем записать плюс или минус корень квадратный из b в квадрате минус 4ac, деленный… А чему равен корень квадратный из 4а в квадрате? Это 2а. В знаменателе мы записываем 2а. Корень квадратный из 4 равен 2, а корень квадратный из а в квадрате равен а. И вот мы почти уцелим. Чтобы найти х, нам нужно всего лишь от обеих частей уравнения отнять b, деленное на 2а. Отнимаем. В левой части тогда остается только х, а в правой части получается минус b, деленное на 2а, плюс или минус корень квадратный из b в квадрате минус 4ac, деленный на 2а. У обоих членов знаменатель 2а, поэтому мы можем записать их под одной чертой дроби. Это будет минус b плюс или минус корень квадратный из b в квадрате минус 4ac, и все это делится на 2а. Вот мы и справились с заданием. Мы нашли х. И, как видите, здесь будет два решения. В первом случае мы берем положительный корень квадратный, а во втором – отрицательный. Если этот корень существует, и он не равен 0, тогда уравнение будет иметь два корня. Итак, мы сможем решить любое квадратное уравнение, подставив вместо a, b и c соответствующее значение вот в эту формулу. С помощью этой формулы, которую мы только что вывели, можно найти значения х, которые будут удовлетворять уравнение. И эту формулу для нахождения решений квадратного уравнения называют формулой корней квадратного уравнения. Запишем. Формула корней квадратного уравнения. И, как вы видели, эта формула напрямую вытекает из метода выделения полного квадрата. Нет никакой магии, все можно вывести. Конечно, она сложна для запоминания. Но вот что я скажу. Эта формула – одна из самых полезных и самых важных формул в математике. Надеюсь, вам понравился сегодняшний урок. На этом все. До скорых встреч!